Здравствуйте! Может ли возникнуть аллергическая реакция на вакцинацию от коронавируса, а также с чем чаще всего можно спутать аллергии и как ее лечат? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит врач-аллерголог-иммунолог городской больницы номер 1 Елена Слободян. Здравствуйте, Елена Викторовна! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители! Расскажите про самые распространенные виды аллергии. Чаще всего аллергия бывает на бытовые аллергии, на домашние пыль, пюроподушки, эпидермальные на животных и, может быть, пыльцевая аллергия пищевая, лекарственная, холодовая аллергия, на металлы и так далее, инфекция. С чем чаще всего можно спутать аллергию? С обыкновенной вирусной инфекцией, допустим, бронхитами, гайморитами, обыкновенной банальными, или с кожными заболеваниями каким-то, не имеющими отношения к аллергии, тоже можно спутать. А как отличить аллергию от других заболеваний? Ну, чаще всего это анавни, спрашивают, рассказывают люди, сравнивают с чем-то, по крайней мере, не всегда это можно сразу определить. И можно, по крайней мере, делать пробы аллергологические, смотреть, наблюдать за человеком. Клинически тоже видно. А расскажите, какое обследование нужно сделать? Ну, во-первых, обыкновенный расспрос, самое главное, дает очень много информации. И, во-вторых, это клинические проявления какие-то, мы смотрим, слушаем, заглядываем в ротовую полость, осмотрим с помощью лор-врача, дерматологи смотрят также. И аллергия, обследование, самое главное, банальный анализ крови клинический, рентгенография, ЭКГ и так далее, все это нам приходит на помощь. Но самое главное, на эммологическое обследование. А сколько вообще кожаных проб обычно ставят? Ну, на одномоменте 10-15 обычно, потом уже дополнительно их можно делать много. А как лечат аллергию? Можно ли навсегда вылечиться или с ней придется мириться всю жизнь? Ну, навсегда, навряд ли, это генетические проблемы. Но можно сделать так, чтобы аллергические проблемы долго не мучили практически. Это самое главное лечение, для чего аллерголог, почему-то, осилит, это проводим лечение аллергоидов, аллергенов. А какие способы защиты есть от аллергии? Например, я слушала, есть прививки какие-то, таблетки. Да, осилит, так называемые, или слить, язычные капельки бывают. И к тому же еще, по крайней мере, обыкновенные антигистаминные препараты, гормональные спреи, допустим, ингаляторы тоже хорошо помогают. А чаще всего чем пользуются вообще люди, аллергики? А это антигистамина первая, первое пополение уже не используется, второе, или метаболитом второго поколения. Это спреи для носа, мария гормональная, как правило, или негормональная, плохого вода у этого же, или ингаляторы. А когда обычно наступает сезон аллергии чаще всего? А, ну вообще круглогодичные проявления у нас, тем более в Приморье. Но самое худшее, чего мы ожидаем, это у нас, конечно, август-сентябрь. К сожалению, поле носа абразийный и полынный, к тому же грибки в воздухе, витая от сыра, и клещики домашней пыли тоже размножаются активно. Тепло и влага. В Приморье это катастрофа. И долгий сезон. А как маме уберечь ребенка от аллергии? Ну, во-первых, во время беременности стараться не принимать аллергенов в пищу или не работать с аллергенами. Дальнейшим ребенка кормить грудным молочком и обязательно не давать ребенку высокоаллергенные продукты, красители, добавки, гулять на свежем воздухе и все прочее, тоже оздоравливать. Скажите, а может ли возникнуть аллергическая реакция на вакцинацию от коронавируса и как это можно проверить? Ну, вообще таких случаев у меня не было, скорее всего, не должно быть, потому что это единственная вакцина, наверное, где не участвуют белки яйца, по крайней мере. Не куриного, не перепелиного, как у нас делают прививки. И практически могут даже люди с аллергическими проявлениями их спокойненько делать, ну, подготавливаться. А на какие продукты чаще всего аллергия бывает? Ну, обычно восьмерка – это коровье молоко, яйцо, морепродукты, к сожалению, и рыба, в том числе и икра, краба, черенчики. Это может быть соевое белок, как ни странно, но он часто дает реакцию. Это, может быть, фрукты, овощи. По перекресту очень много продуктов, которые перекрещиваются и дают перекрестную реагию. Основные эти продукты. Арахис, орехи, к сожалению, тоже. А какие правила вакцинации от коронавируса вы посоветует для аллергиков? Ну, во-первых, лучше бы было делать прививки не вне сезона цветения, конечно, заранее. Было много времени, к сожалению, мало кто сделал, боятся почему-то. А на фоне противоаллергических таблеток, хотя тут такое дело, думаю, что спорный вопрос, но хотелось бы, конечно, на фоне антигистамины, чтобы мягкая спокойненько прививка прошла. Проводится лечение, спрей для носика, ингаляторы принимаются в этот период. И, по крайней мере, стараться не контактировать с пациентами, с другими людьми, стараться ограничивать контакты, потому что в период, когда ты сделал вакцину, можно легко еще заразиться, потому что второе может быть выселение, проявление. А какие противопоказания могут быть у человека, если он хочет, например, привиться, и у него какие-то могут быть противопоказания? Ну, почему ему нельзя прививаться? Ну, во-первых, это острое проявление, какое-то вострение заболеваний. Это может быть высокие цифры сахара в крови, это может быть высокое давление и другие проявления заболеваний. Вот период, конечно, ограничивается проявлением вирус герпеса и другие вирусные заболевания. Убираются, конечно, вакцины до выздоровления, до нормализации. Анкологические заболевания тоже осторожнее. Анкологические не должны быть обострения вперед. А чем опасно вообще, если вдруг человек привьется, у него, например, сахарный диабет высокий? Ну, любые, просто улучшение состояния может быть в любом случае. Ну, конечно, по опыту своему, по Артему, обливаемся уже с февраля месяца у Артема, по крайней мере, осложнений практически не было. Таких вот серьезных. Ну, температура в первый день – это такое естественное, часто. А как люди вообще переносят болезнь, если привьются? Ну, вот легко или наоборот? Как правило, прививка не предвращает заражение, инфекция. Просто уже организм будет готов, эти тела есть, и заболевание пройдет мягче намного. Люди живые остаются, да, более-менее легко протекает заболевание, мягче, чем обычно. Поэтому, важно прививаться. И насколько важно вообще прививаться? Как вы считаете, вы сами прививались? Конечно. И хотя я переболела в апреле прошлого года, тяжело болело коронавирусом. И я потом через больше, чем месяца, через 10 привилась. Хотя это было многих было бы такое, я хотела на себя проверить, по крайней мере. Ну, это важно, конечно. Потому что, особенно сейчас, когда дельта, вирус. А сейчас какой-то штамм другой, по-моему, говорит. Дельта, да. Индийский. Индийский, да. А он вообще как-то, ну, это же, говорят, другой. И как бы прививка, она особо от него. Нет, нет. Прививка хорошо помогает, потому что шипы вот эти вот. У них из белок тот же самый практически остался. Поэтому прививка работает хорошо. Даже лучше, чем человек, когда переболевает. Заболевает. Заболеванием как-то у него не те дольше остается после прививочки. Я вот слышала много людей, которые переболели коронавирусом. У них потом начинают какие-то болезни проявляться. Которые были хронические и так далее. Им становится плохо. Но говорят, что это коронавирус дает толчок этим болезням. Так это или нет? Ну, по крайней мере, по себе я знаю точно. По крайней мере, проблемы с сосудами обычно. Герпес вирусным сердцем может быть прогрессировать, начинать. И самое главное – тромбообразование. Чаще всего сосуды страдают. И хронические заболевания, которые должны были быть, усиливаются. Прогрессируют. Ну, вообще, конечно, очень обидно, что многие отказывались от прививок. Обидно. Просто, что как будто зря работало. Поэтому хочется, чтобы, конечно, мои пациенты не слушали всякие разные информации. Ненужные совершенно, которые наверняка проплачиваются. Конечно, наша страна так хорошо начинала бороться с коронавирусом. И вакцина есть, самая лучшая вакцина, получается. Никакого чипирования не бывает практически у нашей вакцины, по крайней мере. Это такая чушь, честно говоря. И, как правило, я думаю, что даже ученые, видно, проплачиваются из-за рубежа. Но они свое дело сделали. Очень многие люди отказываются от прививок, и зря. Это очень опасно. Все равно мы столкнемся, каждый столкнется с инфекцией. Не факт, что даже здоровые люди, у них могут быть проблемы с именитетом в данный момент. И люди погибают, к сожалению. И молодые люди сейчас погибают. И детки болеют, к сожалению. Не тяжело, правда, но, к сожалению, ждем. Если вовремя все люди не прививаются, не всем можно прививки делать, допустим. Мы коллективный именитет не формируем. Это очень опасно. Подумайте о своих родных. Спасибо, Елена Викторовна. У нас в гостях был врач-аллерголог-иммунолог городской больницы номер 1 Елена Слободян. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!